Ну что ж, все наверное уже подвели итоги года, рассказали о том, сколько они заработали, сколько потратили, построили свои планы на будущий год. Наверное стоит и мне этим заняться. Планы я строить не очень люблю и не очень хочу, так что будущий год наверное у нас пока что остается под вопросом. Хотя на текущий год у меня были все-таки планы заработать где-то миллион за год. Получилось это или не получилось? Сколько заработал? Сколько заработал в последний месяц? Декабрь? Об этом в этом видео. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Начнем с того, откуда приходил основной доход в этом году. Как я уже много раз говорил, доход мне приходит с трех источников. YouTube-канал, канал на Яндекс.Дзене и канал на Пульсе. В начале года я пытался вести сразу три канала на Яндекс.Дзене, пытался вести два канала на Пульсе. Сперва у меня был на Пульсе канал по истории, потом появился на Пульсе канал про фильмы. Канал про фильмы изначально неплохо приносил, но под конец года стал приносить сущие копейки, поэтому я его практически забросил, потом и вовсе забросил. На данный момент на Пульсе у меня только исторический канал. Что касается каналов на Яндекс.Дзене, их было три. Личный блог, канал по истории, канал про фильмы. Собственно, довольно трудно распаляться и вести сразу три канала на Яндекс.Дзен и два канала на Пульсе. Поэтому со временем на Дзене я веду только два канала, вернее, можно сказать, даже полтора. Канал по истории, который мне интересен, и канал личный блог, на который я периодически что-то выкладываю, когда у меня появляется что-то интересное, куда-то поехал, что-то увидел. В общем, это больше канал для души, а не для заработка. Дальше канал на Ютубе. Также пытался по два видео в неделю выкладывать, ну, чтобы как минимум 100 долларов в месяц у меня выходило. Кто не знает, на Ютубе, если у тебя меньше 100 долларов выходит в месяц, то вывести эти деньги ты на данный момент не можешь. Нужно догнать до 100 долларов. И, собственно, в конце месяца деньги не приходят. Так вот, Ютуб отнимает очень много времени, Ютуб отнимает очень много сил. Нужно снять видео, смонтировать видео, выложить видео, описание к нему придумать, картинку нарисовать. В лучшем случае, как минимум на одно видео уйдет часа 4, это если очень быстро работать. За это же время можно написать прям хорошую статью, даже меньше времени потратить, и заработать на ней намного больше денег. Так что на Ютубе я в конечном итоге стал выкладывать тоже по одному видео, и все это, все вот эти изменения, когда я решил, что на пульсе я хочу вести один канал, что на Дзене я тоже в основном буду один канал вести, и что на Ютубе хочу по одному видео в неделю выкладывать. Я решил в последний месяц 2021 года в декабре просто посидел, подумал и прикинул, куда стоит вложить больше сил, куда меньше сил, и к чему это все может привести. В общем, декабрь в плане заработка я отдельно покажу, покажу общую статистику, покажу на чем, где и сколько заработал в прошедшем году. Вот, давайте перейдем и посмотрим. В общем, вот у нас кабинет налогоплательщика, доходы за 2021 год. Доход за год смотрим, 897 555 рублей 59 копеек, ну практически 900 тысяч, не считая там 2500, не хватило, можно сказать, одного дня, чтобы набрать круглую сумму. Вот, до миллиона, конечно, не дотянул, практически можно было поднажать и что-то сделать с этим, но вот плохо старался. Смотрим, от юридических лиц 776 962 рубля, это у нас Дзен и Пульс, от иностранных юридических организаций, это вот конкретно YouTube 120 593, получается где-то по 10 тысяч в месяц. YouTube у нас меньше всего приносит. Здесь делить, ну как бы я не смогу сейчас сказать, сколько на Дзене и сколько на Пульсе, основной доход все же у нас с Пульса. Дзен я очень мало и очень плохо вел. В этом году лишь под конец начал что-то там делать, и это принесло свои результаты, я дальше их покажу. Вот, по месяцам, если смотреть, то у нас получается, что январь-февраль были самыми непродуктивными месяцами. Смотрим, январь 33 самый маленький доход, а февраль 39 самые продуктивные у нас были как раз март 110 тысяч и апрель 117 тысяч. Дальше пробежимся мельком, посмотрим 82 тысячи, 79, 86, 88, 75. Здесь опять пошел спад 53 и 47, и вот декабрь немножко изменился, хотя декабрь и на Пульсе, и на Дзене был в принципе не такой уж и плохой доход. Декабрь у нас 81 922 рубля. Из них как бы 8 тысяч это у нас как раз YouTube, и 73 это вот Дзен и Пульс. Но на Пульсе опять же стоит учесть, что учитывается за предыдущий месяц, то есть это у нас в ноябре, отдельно я в декабре покажу сколько пришло, потому что они учтутся за январь те деньги, то есть приходят в начале месяца. Здесь в данной статистике 40 тысяч с Пульса, и вот остальные 33 это с Дзена. По налогам что у нас? Налоги за год 48 тысяч, это я вот еще за декабрь не заплатил, они будут только начислены. Оплачено как раз 48, то есть все оплатил, что мне приходило. Ну давайте посмотрим отдельно по каждой вот площадке, что у нас там приходило. Теперь что касается каждой площадки в отдельности. Давайте посмотрим на Пульс. Собственно, вот личный кабинет у нас на Пульсе. Здесь показан у нас еще и январь, то есть 3 января, 2, 1 января. Но это так, я оставлю, не поставлю здесь конкретно даты с 1 по 31 декабря, а покажу вам еще и начало января, чтобы было понятно, как пал доход. То есть в начале месяца мы видим, тут было первые дни 1673, потом вот выросло до 3 198, это все в день, 3 400, 3 400, 3000, то есть 3000 в день вот приходило в начале месяца, потом вот эта вот статистика просто стала падать к концу месяца. Я не знаю, почему на Пульсе так происходит, но тем не менее, статьи я, периодичность их не изменилась, качество, наверное, даже выросло, потому что я вот хотел подать программу грантов для блогеров, вступить в эту программу, то есть качество статей выросло, но тем не менее, доход падал. Вот и к концу месяца, вернее, к началу января у нас, ну сегодня еще не стоит учитывать, но тем не менее, вот в воскресенье 426 рублей, и вот если сравнивать, 3 400 в день приходило и 426 рублей. При этом CTR у нас вырос на 20%, дочитываемость осталась такой же, ну тут вот показывает, что у нас и выручка выросла, но это месячная выручка за счет вот начальных вот этих вот показателей. Что касается баланса, на данный момент за декабрь должно прийти в январе, но тут есть небольшая задержка с 1 по 11 января, деньги будут начислены, но все же, давайте посмотрим баланс. У нас 55 тысяч рублей удалось заработать за декабрь 2021 года. Вот, собственно, они здесь указаны, пока что не пришли. Ну и, собственно, выручка за январь 748 рублей, это за 2 дня. Вот такие показатели у нас на Пульсе. Давайте посмотрим, что творится на Дзене. Что касается Яндекс.Дзена, вот у нас вкладка доход, у нас появилась очень удобная вкладка «Статистика», где мы можем посмотреть доход по конкретным периодам. Собственно, выставили здесь сразу с 1 декабря по 31 декабря. Промотаем, посмотрим, что у нас тут по статьям. Общий доход у нас указан как раз вот эти 33 тысячи, 32 925. Доход от рекламы 30 тысяч. Вознаграждение за подписчиков 2467 рублей. Можно посмотреть статистику по дочитываниям. Нажимаем «Публикации». Собственно, вот у нас что происходило. Дочитывание в день у нас 20 тысяч, 29, 20, 20, 15. К концу месяца все выросло, потому что более регулярно стало публиковать. 68 тысяч дочитываний, 57, 46, 46, 28, 49, 34. Итого у нас на канале 700 статей. И вот у нас в дочитывании всего получилось 964 тысячи. Практически миллион общее число тут. Реакция подписчиков. Ну, в общем, понятно. CTR средний у нас 12,8. Показы 8 миллионов. Подписки 1812. Ну, что касается статистики YouTube. Там ничего интересного. Как бы, ну, 100 долларов выходит, да и ладно. И то, как только я начал выкладывать не 2 видео в неделю, а 1 видео в неделю, статистика стала существенно проседать. То есть 100 долларов, возможно, не выходит. Но я думаю, блин, столько сил тратить на то, чтобы там лишние 500 рублей пришли. Лучше я потрачу их на статьи. Вот. Тем более видео я снимаю не столько для заработка, а просто, ну, хочется мне. Поэтому, наверное, говорю часто то, что многим не нравится. Хочу хвалю Пульс, хочу хвалю Дзен, хочу всех ругаю. В общем, YouTube для души у меня больше. Вот. Что касается планов о том, чтобы заработать миллион за год. Ну, видите, практически получилось. Не знаю, как в этом году, потому что в прошедшем году основной доход, конечно, пришелся на Пульс. Работая на Пульсе, я практически забросил Дзен и только сейчас начал больше туда писать. Если в 2022 году будет так же, но чуть-чуть получше, то, в принципе, до миллиона очень реально догнать. Если будет хуже, ну что ж, посмотрим, что делать. Тем более, что система Яндекс.Дзен была переделана и переориентирована на подписчиков. И, собственно, подписчиков-то у меня на некоторых каналах довольно много. Посмотрим, получится ли на этом заработать. Я как раз об этом видео выпустил в подсказках, его прикреплю. Кстати, в этом видео я похвалил Дзен, сказал, что пересмотрена буквально система блокировок. И буквально на следующий день после видео у меня банят статью за язык вражды. Хотя в этой статье языка вражды совершенно нет. Ее, к счастью, разблокировали. Спасибо большое, Дзен. Но, видимо, я поспешил с выводами, что ошибочных блокировок не будет. Но посмотрим, как будет дальше. Я все же надеюсь, что это был небольшой сбой в связи с переходом на новую систему. На пульсе я подавал заявку на грант, что должно было тоже принести неплохие деньги. Но в гранте мне отказали. Причем висит до сих пор уведомление, что ваша заявка отправлена. При этом мне пришло письмо, что мне отказали. Я все ждал, когда можно будет повторно подать. Но вот в этом году не получилось повторно подать. Я им написал письмо, спросил, когда же можно. Они сказали, по срокам не могу вас сориентировать. Когда мы будем готовы, мы вас предупредим, появится возможность. Хотя я за это время существенно улучшил качество своих статей. В общем, если получится пройти на гранты на пульс. Если дзен будет неплохо приносить. Если статистика на пульс опять же выровняется. И опять пульс будет приносить неплохие деньги. То в принципе можно будет в следующем году заработать даже больше. Но зачем загадывать, давайте лучше посмотрим. В общем, с новым годом всех. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. У меня на этом все. На инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok